Азан.кз представляет Прощальное паломничество Пророка. Мир ему и благословение Аллаха. После того, как исламский призыв был услышан на всем Аравийском полуострове и по воле Аллаха, возникла община верующих, взявшая на себя заботы о защите этого призыва и его распространении по всей земле, Аллаху стало угодно показать своему посланнику Мир ему плоды его непрерывных усилий еще при жизни. И он дал ему возможность совершить хадж к своему дому в месяце Зульхиджа 10-го года хиджры. Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, пожелал отправиться в хадж, он оповестил об этом людей, и в Медине собралось множество мусульман. В субботу, за четыре дня до конца месяца Зулькада, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, стал готовиться к отъезду. Он причесался, умостился благовониями, надел изар и накидку, пометил своих жертвенных верблюдов, двинулся в путь после полудня и добрался до Зульхуляевы еще до наступления времени после полуденной молитвы. Там посланник Аллаха, мир ему, совершил после полуденную молитву в два ракаата и остался в Зульхуляеве до утра. А утром сказал своим сподвижникам, «Сегодня ночью ко мне явился посланник от Господа моего и сказал, соверши молитву в этом благословенном Ваде, имеется в виду Вадди Аль-Акик, и скажи, «Умратан фи хаджатин», то есть облачись в их храм и скажи, «Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, совершая умру и хадж». Это означало, что отныне разрешается совершать умру в период совершения хаджа, в то время как в доисламские времена арабы считали это тихчайшим грехом. Затем посланник Аллаха, мир ему, совершил полное омовение, умастил голову и тело благовониями, в составе которых был мускус, облачил савизар и накидку и совершил полуденную молитву в два ракаата. Оставаясь на месте совершения молитвы, он объявил о начале хаджа и умры, которые объединил друг с другом и начал произносить слова тальвии. «О Аллах, вот я перед тобой, совершая умру и хадж». Потом он стал говорить «Ля байка Аллахумма ля байка, ля шарика ляка, ля байка, инналь хамда, вани амата, ля каваль мулька, ля шарика ляка». «Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, нет у тебя сотоварища, вот я перед тобой, поистине, хвала тебе и милость принадлежит тебе и владычество, нет у тебя сотоварища». Иногда же он говорил «Вот я перед тобой, о Бог истины». Затем пророк, мир ему и благословение Аллаха, покинул место молитвы, сел на свою верблюдицу и объявил о начале хаджа и умры во второй раз. Выехав за пределы Зульхуляйфы, он сделал это в третий раз, после чего двинулся в путь, а когда приблизился к Мекке, остановился на ночь в долине Зутува, где на следующий день совершил утреннюю молитву. Потом он совершил полное омовение и направился к священной мечети. Все это происходило в воскресенье утром. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил обход Кабы и ритуальный бег Сай между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва, после чего поставил свою палатку в верхней части города у горы Аль-Хаджун. При этом он не вышел из состояния храма, поскольку совершал хадж аль-Киран. Хадж аль-Киран – совершение хаджа и умры, когда паломник сначала совершает умру, а потом дожидается времени совершения хаджа, не выходя из состояния храма и избегая всего, что запрещается делать паломникам. И гнал собой жертвенный скот. В связи с этим пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел всем, кто подобно ему гнал собой скот, оставаться в их храме. Тем же, кто пришел в Мекку без жертвенного скота, он велел укоротить волосы после совершения обхода Кабы и ритуального бега и полностью выйти из состояния их храма. На этом совершение умры паломниками считалось законченным независимо от того, каким было намерение человека при вхождении в состояние их храма. То есть, независимо от того, хотел ли он совершить только хадж или только умру, или объединить их друг с другом. В день Ат-Тарвия, то есть восьмого Зульхиджа, пророк, мир ему и благословение Аллаха, направился в Мину. И в этот же день в состоянии храма для совершения хаджа вошли все люди, которые вышли из него после совершения умры. В Мине пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил в общей сложности пять молитв – полуденную, послеполуденную, закатную, вечернюю и утреннюю, сокращая те молитвы, которые состоят из четырех ракаатов до двух. После восхода солнца пророк, мир ему и благословение Аллаха, направился из Мины к Карафату и пробыл там до захода солнца, после чего сел на свою верблюдицу, добрался до близлежащего в Аде и обратился к собравшимся вокруг него людям с проповедью. Сначала пророк, мир ему и благословение Аллаха, воздал хвалу Аллаху и восславил его. Потом произнес слова свидетельства и заповедал людям не отступать от благочестия, а потом обратился к ним с такими словами – «О, люди, послушайте меня! Поистине, не знаю я, может быть, я больше никогда не встречу вас на этом месте после этого года. Поистине, ваша жизнь, ваше имущество и ваша честь должны быть для вас столь же священными, сколь священным является этот ваш день, в этом вашем месяце, в этой вашей стране. Поистине, отменяется все, что было во времена Джахилии, и отменяется месть за кровь, пролитую во времена Джахилии. И прежде всего, я отменяю месть за кровь ибн-рабия Аль-Хариса, искавшего кормилицу в племени Банусад и убитого Хузаилем. И отменяется ростовщичество времен Джахилии, как и все расчеты по взятому у ростовщиков долг. И прежде всего, я отменяю все, что люди задолжали Аббасу бин Абдальмуталибу. И бойтесь Аллаха в том, что касается женщин. Ибо взяли вы их как то, что доверено вам Аллахом, и сделали их дозволенными для себя по слову Аллаха. Вы вправе требовать от них, чтобы они не позволяли садиться на ваши ложа тем, кто вам не нравится. А если они сделают это, то бейте их, но не жестоко. Они же вправе требовать от вас, чтобы вы достойно кормили и одевали их. Я оставил вам книгу Аллаха, благодаря которой вы никогда не собьетесь с пути, если будете крепко держаться ее. О, люди! Поистине, не будет пророка после меня, и не будет общины после вас, то есть не будет после вас иной общины, исповедующей религию Аллаха. Так поклоняйте же вашему Господу, совершайте пять ваших молитв, поститесь ваш месяц, по своей воле выплачивайте закат с вашего имущества, совершайте хадж к дому вашего Господа, подчиняйтесь вашим правителям, и вы войдете в рай вашего Господа. А теперь скажите, что вы будете отвечать, когда вас просят обо мне? Люди сказали, мы засвидетельствуем, что ты довел, выполнил и дал добрые наставления, то есть довел до сведения людей послание Аллаха, выполнил возложенную на тебя миссию и дал членам своей общины добрые наставления. И тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, трижды воскликнул, о Аллах, засвидетельствуй это. Кроме того, посланник Аллаха, мир ему, коснулся некоторых других вещей, а когда он закончил говорить, Аллах Всевышний ниспослал ему аят, в котором говорилось, «Сегодня я довел для вас вашу религию до совершенства, завершил для вас свою милость и одобрил, то есть избрал для вас ислам в качестве религии». Пятая сура, третий аят. И этот день стал днем милости, счастья и благодарности. После завершения проповеди Беляль, да будет доволен им Аллах, призвал людей на молитву Азан, а потом обвил о ее начале Икама, и посланник Аллаха, мир ему, совершил с людьми полуденную молитву, а потом было объявлено о начале после полудены молитвы, которая также была совершена пророком, мир ему и благословение Аллаха, не совершившим между этими двумя молитвами никаких иных молитв. После этого он, мир ему и благословение Аллаха, вернулся к месту стояния на Рафате и оставался там до захода солнца, а потом перешел в Муздалифу, где совершил закатную и вечерние молитвы, которым предшествовал один Азан, в то время как о начале каждой из этих молитв объявлялась отдельно. После завершения этих молитв пророк, мир ему и благословение Аллаха, остался в Муздалифе до утра, и там же очень рано совершил утреннюю молитву, после которой в течение определенного времени обращался к Аллаху с мольбами, возвеличивая и прославляя Его. Затем еще до восхода солнца он перешел в Мину, где бросил в первого идола семь камешков, каждый раз произнося слова «Аллах Велик». При этом пророк, мир ему и благословение Аллаха, не прекращал повторять слова Тальбии, закончив произносить их после побивания камнями этого идола и сказав «Учитесь у меня совершать обряды, ведь, может быть, после этого года мне больше не доведется совершить хадж». После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся к месту своей остановки в Мине и собственноручно принес в жертву 36 верблюдов, а Али принес в жертву остальных из той сотни, которую принял с собой из медины послание к Аллаха, мир ему, который велел сварить часть мяса и накормить людей. После завершения жертвоприношения пророк, мир ему и благословение Аллаха, призвал к себе цирюльника, сбрившего ему правую часть головы, волосы которой он раздал людям, отдавая им по одной или по два волоса. Что же касается волос левой половины головы, то все они достались Абутальхе. Затем посланник Аллаха, мир ему, облачился в свои одежды, умастился благовониями и верхом отправился к Каби, вокруг которой он совершил обход и где совершил полуденную молитву, после чего напился воды из замзама. После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Мину и провел там дни Ташрика, то есть одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый день месяца Зульхиджа, ежедневно бросая по семь камешков после захода солнца в наименьшего из трех идолов со словами «Аллах велик», затем переходя к среднему, а затем к самому большому. Посланник Аллаха, мир ему, обращался к людям с речами также в день жертвоприношения и во второй из дней Ташрика, повторив то же, что он говорил им на Арафате, и что-то добавив к этому. А перед тем, как он обратился к людям во второй день Ташрика, ему была неспослана сура помощь. В тринадцатый день после Зульхиджа, после побивания идолов камнями, пророк, мир ему и благословение Аллаха, покинул Мину, добрался до Аптаха, Аптах название Вади, остановился там и совершил на этом месте полуденную, послеполуденную, закатную и вечернюю молитвы. Затем он отправил Аишу в сопровождении ее брата Абдурахмана бин Абубакра в Аттаним, чтобы оттуда она смогла вернуться в Мекку для совершения умры. Аиша вошла в состояние храма и совершила умру, а на заре вернулась обратно. После возвращения Аиши пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал сигнал трогаться в путь. Вернулся к Каби и совершил вокруг нее прощальный обход. Совершив там и утреннюю молитву, а затем он двинулся обратно в Медину, выехав из Мекки со стороны нижней части города. Когда же посланник Аллаха, мир ему, приблизился к Медине, он трижды воскликнул «Аллах велик!» и произнес такие слова «Нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Хвала ему! Все принадлежит ему, и он все может!» «Мы возвращаемся, каемся, Господу нашему поклоняемся, и Ему воздаем хвалу!» Аллах сдержал свое обещание, помог своему рабу, и один сокрушил племена. Поход Усамы бин Зейда. Итак, пророк, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину и оставался там, прославляя Господа своего за то, что он дал ему увидеть, как люди присоединяются к религии Аллаха толпами и порадоваться успеху своего призыва, распространению которого он посвятил около двадцати трех лет своей жизни. В этот период в Медине побывали несколько делегаций, а Усаме бин Зейду было велено готовить в поход семьсот всадников, которых ему предстояло повезти на Балку и Дарум, что находится на территории Палестины. Отряд двинулся в путь и через некоторое время сделал остановку в Уаля Джурфи в трех милях от Медины, где Усама получил тревожные сведения о болезни пророка, мир ему и благословения Аллаха. Усама остался там, ожидая его выздоровления, но Господу было угодно забрать посланника Аллаха, мир ему, к себе. А этому походу было суждено стать первым военным походом мусульман, совершенным в период правления Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах.